Ташкент. Осень 2014-го. Эта дата в биографию Международной Федерации Гимнастики впишется особым событием. Хотя конгрессы практика регулярная, но проведение очередной встречи коллег именно в столице Узбекистана выделяют. Наверное, все вместе создает неповторимую атмосферу общения. И восточный шарм, и традиционное гостеприимство, и часть, конечно, сугубо профессиональная. Масштаб и качество работы, проводимой в стране для развития гимнастики, это настраивает гостей, определяет все одним словом. Фантастик? Президент в отрасли, в отрасли, в отрасли, фантастик. 80-й конгресс Международной Федерации Гимнастики торжественной речью открыл президент Федерации Гимнастики Узбекистана, почетный президент Азиатского Гимнастического Союза Каримова Теляева Лола Исламовна, подчеркнув, что событие будет иметь большое значение для развития гимнастики в мире и подчеркнет единство в принятии важных решений. Проводимый на Азиатском континенте в третий раз в Центральной Азии, Конгресс организуется впервые, и именно в Ташкенте. Неслучайный выбор очевиден из всей практики развития отечественной гимнастики. Не в первый раз гость Узбекистана, профессор Бруно Гранди, президент Международной Федерации, объединяющая на сегодняшний день более 140 национальных федераций. Восхищаюсь гостеприимством, прежде всего. И, конечно, условиями, созданными в стране для того, чтобы гимнастика успешно развивалась. Здесь создан прекрасный центр, который объединяет все виды гимнастики. Это великолепно. И вообще мне кажется, что ваша нация биологически рождена быть атлетом и добиваться настоящих высот. Мнение корифея гимнастических наук ничуть не виделось лестно. Что ни говори, но гордиться есть чем. Причем речь идет о работе, проделанной за довольно краткий период. Федерация гимнастики Узбекистана, основанная в 2005 году под эгидой Международной Федерации, сегодня является общественным объединением и включает в себя целый ряд видов. Резонанс усилий таков, что справедливо говорить об общенациональных масштабах. Во всех областях страны функционируют современные центры, где ежедневно занимается огромное количество детей. А наиболее перспективные и одаренные спортсмены пополняют состав юношеских и национальных сборных по гимнастике. Сегодня десятки лучших соотечественников достойно защищают честь Узбекистана на международных соревнованиях и турнирах по всем гимнастическим направлениям, включая в арену грациозных выступлений, этапы Кубков мира, серии Гран-при, чемпионаты Азии и планеты. Только на азиатских играх, проходивших в южнокорейском Ичёне, наши гимнастки впервые в истории завоевали золото в командном многоборье. Бронзовой медаль удостоилась Анастасия Сердюкова трех серебряных мастера спортивной гимнастики. Одна из них принадлежит уже мировой легенде Оксане Чусовитиной. Это очень-очень важный конгресс, потому что здесь будут все дискуссии, новый застав, новые правила. И поэтому очень важно, что у людей есть такая возможность, которые могут дискутировать и потом решить будущее гимнастике мира. Узбекистан и Ташкент – гордые страны, которые мы хорошо знаем. У вас есть большая традиция гимнастики. Каждый год тоже сделайте международные соревнования, World Cup на художественной гимнастике. Как я скажу, страны, где традиция гимнастики большая. Поэтому всемир очень рад приехать к вам, потому что тоже знаем ваше господинство и думаю, что здесь все чувствуют себя как дома. Конечно, то, что конгресс проходит в Узбекистане, в Ташкенте, это действительно очень значимо, потому что ваша страна внесла очень большой вклад в развитие гимнастики и спортивной, и художественной, и других гимнастических видов. И я считаю, что это абсолютно заслуженно. И большое спасибо за прекрасную организацию данного конгресса. Гимнастика очень популярна у вас в стране. И что самое значимое, то, что занимаются не просто какие-то единицы, но это как государственный вид спорта для здоровья девочек, девушек, женщин, для будущего нации. Около 240 делегатов из более чем 80 стран. География обширная, но, как видно, мнения единые. Нынешний адрес проведения авторитетного форума станет важным шагом в развитии гимнастики в мире. Я уже в четвертый раз приезжаю в Ташкент, и мне очень нравится быть здесь. А что касается организации конгресса, то он очень на высоком уровне. Будем обсуждать актуальные вопросы развития гимнастики во всем мире. Практика Узбекистана заслуживает большого внимания. За незначительный срок здесь добились очень многого. Я уверен, что в будущем спортсмены Узбекистана будут показывать еще большие результаты на престижных турнирах планеты. Я очень высоко оцениваю уровень узбекских гимнасток. На следующем чемпионате мира очень надеюсь увидеть Узбекистан. Уверена, что он выступит блестяще. Хочу сказать одно – вы вправе гордиться своей страной. Впервые конгресс Международной Федерации Гимнастики проводился в 1881 году. Сколько головокружительных пируэтов с тех пор сделано. Сколько было побед и усилий на пути к успеху. И пусть у нас разные континенты и страны, но прекрасная гимнастика объединяет всех в грациозном прыжке, в единое будущее, где именно спорт и красота способны сделать мир лучше.